Ишопа, Елена Алина, я не буду так полагаться на микрофон. Начну с цитаты из Гёте, которую мы выбрали в качестве эпиграфа к нашей конференции. Но, к сожалению, он здесь не отражен. «Мой дух всё испытать, изведать должен он». И вот удивительное свойство гения – видеть новое во всём, к чему он обращается. Примером этому служит обращение Гёте к проблеме света и цвета, исследование которой он посвятил 20 лет своей жизни, и результатом которого, этого исследования, он гордился всю оставшуюся жизнь. И очень высоко оценивал значение этой своей работы, как говорит Экерман, гораздо выше своих поэтических опусов. Но, как он трогательно замечает, так заканчивает этот пассаж, как обычно говорит мать о больном ребёнке. Он очень переживал, что его теорию не так приняли, как он ожидал. Импульсом к написанию этой работы была его поездка в Италию. Но художники знают, что существует два вида света. Это свет северный, такой немножко мистический, и свет южный, ослепляющий. Северный свет делает, предметы обладают такой длинной тенью, поэтому северный свет делает мир таким весомым, основательным, ну, с другой стороны, мистическим. А южный свет, ослепляющий, он лишает предметы тени. Поэтому, наоборот, он, лишая тени, он как бы поднимает вот этот весь предметный мир, делает его более воздушным, более приподнятым. И это он видел на картинах художников эпохи Возрождения. Но при этом, как исследователь, он отметил, что итальянские художники сформулировали правила, касающиеся всех элементов живописи и рисунка, кроме света и цвета. И поставил вопрос, можно ли установить правила управления и передачи света. То есть, можно ли управлять светом через краски, через цвета. Вот такая грандиозная задача. И в результате множества экспериментов с так называемыми мутными средами, то есть это воздух, это влага и пыль. Потому что свет, хотя видно, что он, казалось бы, прозрачен, на самом деле он насыщен различными испарениями и невидимой нам пылью. И он определил, что цвет – это результат динамического взаимодействия тьмы и света. И именно вот это взаимодействие и формирует, и составляет вот эту хроматическую гамму. Через мутную среду темнота кажется, свет кажется желтым, а темнота кажется фиолетовой. И вот для Гёте это открытие имело фундаментальное значение. И вот как раз эта книга, результаты его этих исследований на немецком языке. последовательность цветов в нем обусловлена, значит, и он, да, и это открытие привело его к открытию так называемого цветового круга. Следующий. Да, вот цветовой круг. Последовательность цветов в этом цветовом круге обусловлена не цветовым спектром, как у Ньютона, а представляет собой цикл, вы видите, из трех пар цветов, составленные по принципу дополняемости. То есть, вот здесь очень важно, послушайте, то есть наполовину порожденных человеческим глазом и наполовину независимых от него. Это еще одно открытие Гёте, то есть цвет обладает некой антропологией. И вот эта концепция антропологии цвета получила огромное распространение и для психологии уже XX века. Отсюда, может быть, многие из вас слышали о таких тестах Люшара, психологических тестах Люшара, которые, в общем, определяют психоэмоциональное состояние человека, и можно корректировать это состояние. Для Гёте мир цвета берет начало в деяниях и страданиях цвета, как он определил. Именно в хаосе воздуха, влаги и пыли появляются цвета. Существует только два чистых цвета. Это желтый и синий. И производные. Красный, оранжевый, желтый и фиолетовый свет перед тьмой. И Гёте пишет, «Однажды, по-настоящему осознав полярность позиций желтого и синего и их усиление в красном, где противоположности сходятся, приходишь к пониманию того, что эти разные и противоположные субстанции обладают духовной значимостью. И когда ты видишь, как они создают зелёный сверху, а красный снизу, то думаешь, что одной стороны это земные творения, а с другой стороны небесные дети Элохима». Ну, так, я думаю, что так мог сказать только большой поэт. Гёте создал на самом деле не научную теорию света и цвета, а дал понимание особого светового пространства, которое человек переживает эмоционально и на которое способен реагировать психологически. Вот он приводит в пример такой французский анекдот, которого мы узнали, естественно, только от Гёте, о том, что французский любовник отмечает, что когда его возлюбленная поменяла цвет обоев в спальне, он стал любить её по-другому. Гёте выделяет два вида воздействия цвета на человека. Это физиологическое и психологическое. Он пишет, «Цвет оказывает известное воздействие на зрение, а через него на душу человека. Это действие бывает гармоническим или негармоническим, но всегда значительным. И оно примыкает непосредственно к сфере нравственного чувства. Поэтому взятый как элемент искусства, цвет может быть использован для содействия высшим эстетическим целям. Последнее имело для искусства решающее значение и повлияло на творчество таких художников, как Тёрнер, как его, современник, Отто Рунге, такой знаменитый романтик-художник, английский романтик, импрессионист Уильям Тёрнер, английские прерафаэлиты, французские импрессионисты и вплоть до Кандинского. Я сегодня остановлюсь на связи теории Гёте и творчества Уильяма Тёрнера, и поэтому рассмотрим его картины. Тёрнера часто называют живописцем света. И он заинтересовался теорией Гёте в связи с своим очень ранним, таким почти детским воспоминанием. Дело в том, что Тёрнер, когда ещё был совсем маленький, был свидетелем очень редкого оптического явления. После грозы в небе стояли три солнца. И вот это стояние Солнца как бы в трёх видах, как бы три ипостаси божества, на него произвели огромное впечатление. И он стал интересоваться этими проблемами света. И обнаружил работу Гёте, но он её перевёл в таком практическом переложении, которое называлось «К учителю рисования». И издал за 30 лет до того, как работа Гёте была опубликована на английском языке. Эта идея управления светом через сочетание красок и картин как эмоционально-психологического высказывания, конечно, не могла не увлечь молодого Тёрнера. А занимаясь Королевской академией художеств, которая находилась в одном здании вместе с Королевской академией наук, он сблизился с Майклом Фарадеем. И вот вдвоём они разрабатывали по Гёте, они разрабатывали сочетание красок и определяли химический состав этих красок, которые потом Тёрнер использовал. Следующее. Изучая движение воздуха, света и воды, Тёрнер создал новый тип пейзажной живописи, поэтическую живопись, который использует краску как эмоцию. Он использовал аллюзии и визуальные эпитафоры, чтобы расширить смысловое и эмоциональное содержание картин. Вот следующая картина. «Последний рейс корабля отважный». Она здесь не очень хорошо видна, но в принципе сочетание красок вы видите. Голубой и жёлтый, как основные, да, и дополнительные цвета. И это такая аллегорическая картина, в принципе. Это картина, посвящённая последнему рейсу корабля «Отважный», который принимал участие в Трафальгарской битве. И должен был, вот вы видите, тёмный буксир, он его чёрными красками изобразил. Он его буксирует к версии, на версии, для того, чтобы корабль, этот фрегат «Отважный», этот герой Трафальгарской битвы был разрезан на части. И понятно, что вот этой романтической, героической эпохи в английской истории придёт на смену другая промышленная эпоха. Это такая вечная тема бренности бытия в этой картине. Да, следующее. Это пароход у входа в гавань. Поразительно, что Тёрнер, когда была эта буря, морская буря, снежная причём, что для Англии большая редкость, он попросил привязать к себя к мачте, чтобы, как Одиссей, которого соблазняли сирены, а он должен был это видеть, а был такой сильный ветер, что его могло снести с этой паубы. Но он должен был видеть, как движется снег, как разворачивается туда и обратно этот вихрь воздушный. Он должен был видеть эту фантасмагорию снега, воды и ветра, чтобы потом запечатлеть её вот в этом импрессионистическом образе. Следующая это картина, посвящённая, вы знаете, что в середине 40-х годов в Ангелии была проведена первая железная дорога. И она вызывала страшные опасения у народа, потому что это было как явление новое и очень опасное. И вот это ощущение новизны и в то же время опасности, которые представляют вот эти скоростные тогда, конечно, для того времени железные дороги, потому что очень много было катастроф из-за скорости. Но вот он тоже дал этот образ, этот образ движения. И в то же время эмоциональные переживания этого образа, как страха и надежды одновременно, выразив вот в этой палитре. Удивительно, что он первый стал использовать жёлтую краску, как основную, доминанту. И как раз вот эта картина называется «Явление ангела на солнце». И здесь в основном доминирует жёлтая краска, потому что он считал, что в жёлтой краске есть вот эта энергия первопотенции мира. И она разворачивает изображение, она наполняет его энергией. И как раз вот явление ангела, который повествует и который провозглашает явление нового мира, его зарождение. Но тоже такое очень эмоциональное такое высказывание. И очень яркое. Ну и последняя картина, о которой я хочу рассказать. Так мы с Татьяной Борисовной вместе ведём семинары по античной литературе. А я рассчитывала, в общем-то, не на профессиональную аудиторию, а на студенческую. Хотела показать вот замечательную картина, которая посвящена герою Первой пунической войны, Марку Регулу. Это римский военно-начальник, который попал в плен, был пленён пунийцами, и отказался вести переговоры о мире. И тогда они его обрезали ему веки и заставили смотреть на солнце. И он долгое время, он не мог закрыть глаза, поэтому вот этими открытыми глазами он смотрел на солнце, а слепый умер. Но это, посмотрите, как композиционно сделана эта картина. Регула мы можем увидеть в толпе вот тех людей, которые находятся справа. Даже его присутствие не важно, потому что он один из тех, кто видит это солнце, это слепящее солнце. И это, с другой стороны, это последний свет, который он видит в своей жизни. И тоже вот эта трагедия человека, а в то же время гимн его стойкости, который выражен через этот такой энергетический, ёмкий, жёлтый цвет и эту жёлтую цветовую гамму. Вот такой замечательный художник Тёрнер, который, возвращаясь к Гёте, был вдохновлён идеями Гёте, его теории света и цвета. И когда французские имперсионисты к тому времени уже Тёрнера не было в живых, и делали такую посмертную ретроспективу, выставку его работы. И когда Мане с Ренуаром, приехав в Лондон, посетили эту выставку, они были так потрясены, потому что они сказали, но этот человек уже за нас всё сделал. Он показал нам этот новый путь. Вот такая цепочка. Ну а про Кандинского не говорю, который вообще, убрав вот этот предметный ряд, он оставил только вот эти краски, как выражение символа и эмоции. Спасибо.